Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, вот, и давайте попробуем разобраться, что у вас происходит. Значит, я буду читать ваш текст и давать комментарий, а в конце я постараюсь резюмировать то, что хотел вам сказать, и дам, наверное, какие-то рекомендации. Вы пишите, у меня довольно деликатный вопрос из области семейных и сексуальных отношений. Живу с мужчиной 8 лет, мне кажется, он совсем не хочет доставлять мне удовольствие в постели. Значит, смотрите. Если мужчина не хочет доставлять вам удовольствие в постели, это почти всегда означает, что человек не заинтересован в том, чтобы, ну, вас завоевывать, не заинтересован в том, чтобы вас добиваться, не заинтересован в том, чтобы как-то вас, ну, если вот говорить простым языком, не заинтересован в том, чтобы вы были с ним. То есть вы доступны для него. А вы очень сильно, по его мнению, для него доступны. Вот. Соответственно, вы объясняете ему, он вас не слушает. Значит, если слова не действуют, а слова это все-таки язык женщины, в большей части, а не мужчины, то вам необходимо от слов переходить к действию. То есть, грубо говоря, если вам не нравится, что мужчина не доставляет вам удовольствие в постели, то, соответственно, вы просто не вступаете с ним в эти самые отношения и все. Понимаете? То есть, момент здесь именно такой, что у вашего мужа, как я понял, муж это, или вы просто говорили, мужчина, у вашего мужчины нет стимула для того, чтобы вас удовлетворять, чтобы наставлять вам удовольствие в постели. Соответственно, вопрос, который я хотел бы вам задать, это следующее. Значит, как сделать так, чтобы у него этот стимул был? Вот этот вопрос, он является принципиально важным. Значит, чтобы мужчина был в стимул, значит, заставлять вам удовольствие в постели, ну, или лишить его того, что у него есть сейчас. Как бы вам это было, там, не неприятно, не неудобно и прочее, прочее, прочее. То есть, это очень вопрос, на самом деле, того, чего вы боитесь. И боитесь ли вы вообще, например, его потерять? Боитесь ли вы, если он, например, от вас идет и будет, там, с кем-то другим? То есть, здесь вот тоже довольно важный момент. Вы не говорите о том, в каких отношениях вы находитесь со своим мужчиной, да? То есть, что это за отношения? Либо все-таки вы муж и жена, либо вы просто сожитель. Это, на самом деле, очень важно. Потому что, если вы, например, сожитель, и вы уже таким образом живете 8 лет, то, соответственно, можно говорить о том, что вполне возможно, мужчину просто не интересует наставление удовольствия вам по теле, по той причине, что он понял уже, что вы от него никуда не денетесь, и зачем ему что-то делать. при этом, при том, что у него ответственность, ну, не такая уж и сильная, если вы не живете вместе. И, кстати, вопрос заключается в том, а если вы согласились просто жить вместе, не настаиваете на браке, то, а зачем ему тогда тоже вот, да, что-либо делать. Ну, эти вот все моменты, они прорабатываются, и их нужно обязательно выяснять. Дальше. Я ему пыталась объяснить, что мне нравилось, что нет, он даже не пытается возбудить меня перед сексом, просто говорить что-то типа, я тебя хочу, и, по его мнению, я должна от этого все-таки возбудиться. Значит, далее вы там переходите к определенным, уже претензиям, другого типа. Вы понимаете, опять же, мужчина, он либо эгоист, эгоцентрист, то есть, либо он думает только о себе, либо он, как бы лучше сказать, воспринимает мир, через контекст только лишь своих взглядов, да, своих ценностей, своих, там, желаний, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом контексте, в таком случае, вам нужно понять, что, опять же, без ваших действий со стороны, без ваших действий со стороны, изменения, отношения к себе, ничего не изменится, потому что, еще раз повторю, мужчине просто-напросто, не нужно, ничего делать, чтобы вы были с ним, вот. Он считает, что ему достаточно просто изъявить желание, и все. Это и неуважение к вам, кстати говоря, почему неуважение к вам, это и отсутствие прислушивания к вам, тоже довольно такой важный момент, на мой взгляд, почему, почему мужчина к вам не прислушивается, почему мужчина позволяет себе вести себя с вами вот так. Это, опять же, связано с тем, как вы себя подставили. Прошу прощения, если вам это неприятно, но, тем не менее, это так. Далее, вы пишите о том, что мужчина делает какие-то вещи, которые вам неприятны, например, щекочет вас, когда вы расслаблены, расслаблены, значит, трогают вас за интимные места, когда вы очень серьезно. А здесь, на самом деле, ситуация куда более тонкая, я бы сказал, что нужно разбираться с этим, потому что мотивы поведения мужчины, они явно здесь куда более глубокие, и я хочу, чтобы вы это постарались понять. Дело в том, дело в том, что здесь может быть как агрессия, скрытая агрессия на вас за то, что вы там выжимались от него, но об этом чуть позже я скажу. Здесь может быть обида на вас, здесь может быть такого своего рода желание опомстить, и здесь может быть явная нехватка этого самого сексуального удовольствия, сексуальной жизни для мужчины. То есть ему не хватает наличия интимных отношений, ему не хватает интенсивности ваших интимных отношений, из-за этого он страдает, из-за этого он переживает, и ему хочется от вас больше какой-то вот реакции, ему хочется больше вас чувствовать, а вы этого ему не даете. То есть мотивы, по которым он так делает, явно похоже на знаете, это не какое-то желание просто вас там побесить, порадражать, или вот что-то еще такое. Это больше похоже все-таки на проявление некого мотива скрытого от вас скорее всего и скрытого от наверное даже может быть самого мужчины, как я думаю. То есть не стоит здесь воспринимать все это вот знаете именно так. То есть не стоит воспринимать слишком буквально то, что вот он так как он себя видел. Не стоит. Это неправильно в данном случае. то есть мы наверное страшно с какого момента он начал так себя вести что послужило поводом, как он объясняет то, что он делает. Кроме того, если он называет вас недотрогой и так далее. Тут нужно опять же грамотно подходить к этому моменту. Потому что то как вы описываете ситуацию, понятно, что у вас на мусе обиды сейчас, понятно, что вы злитесь на него, понятно, что вам неприятно, но очень может быть, что это такой вербальный крик мужчины о каких-то своих желаниях, а вы в силу ряда причин его не слышите, потому что озабочены с собой и озабочены с собой, а страны мужчины озабоченность им же по сути делу мешает вам адекватно друг друга слышать. То есть по моему мнению у вас идет такой сигнал, у мужчины идет такой тоже сигнал, но вы друг друга не слышите. просто не слышите друг друга и все. И чтобы услышать друг друга нужно все-таки скрывать и начало для строить вам ваши потребности, раз вы обращаетесь именно к психологам. Далее, вот здесь я говорил, по поводу того, что он вас трогает за различные интимные места, а потом обижается и говорит, что вы не ненатрога. Значит, я сама виновата в ситуации. Так, вот он говорит, что вы ненатрога, обижается на вас, за то, что вы ведете себя как ненатрога. Это явно говорит о том, что мужчина хочет от вас чего-то более активного. То есть хочет от вас более активных действий, но вы ему этих действий, и вот суть по всему как-то не даете. И соответственно, смотрите, какая интересная получается ситуация. То, что делает ваш мужчина, то, как он себя ведет, то, как он себя позиционирует, явно говорит о том, что ему все нужно. Ему все нужно, он чего-то хочет. Вы этого не слышите, то, что он хочет по понятным причинам, и гнете, наше гнете свою линию в результате всего получается ситуация совершенно прискорбная, по итогам которой у вас получается взаимная обида и неудовлетворенность. Вот. Дальше, дальше. я сама виновата пишет в различные ситуации, инициативу в сексе я проявляла примерно первые два года, а потом все как-то закрепостилось, и я не понимала, что со мной происходит. Интересный момент, вы пишете здесь, значит, вы первые два года инициативу в сексе проявляли, почему проявляли инициативу первое время в сексе, чем вы руководствовались вот в данном случае, зачем вы это делали, собственно непонятно. Непонятно. значит, далее вы говорите о том, что у вас все как-то у вас все закрепостилось. Вот тоже вот такой очень странный момент. Что значит закрепостилось, почему закрепостилось, что повлияло на то, что у вас все закрепостилось. Вы говорите, что не понимали, что с вами происходит. Вот вы пишите, что значит, я не понимала, что со мной происходит, несколько лет так прошло, потом начала разбираться в себе, разговаривать с мужем, рассказывать ему о своих желаниях, но с его стороны ничего не меняется. Ага. Вы понимаете, в чем дело? Со стороны вашего мужа ситуация выглядит так, что вы сперва проявляли инициативу и вас вроде как все устраивало в мужчине. Потом инициативу вдруг проявлять вы перестаете. Почему мужчина вообще не понимает? Почему вы перестаете проявлять инициативу? Значит, он не понимает, вы нажимаетесь в мужчине, естественно, мужчины, естественно, пытаются найти причины, по которым вы так себя ведете и в первую очередь он ищет их, эти причины, конечно же, себе, это безусловно, вот, но не находит и в итоге, в итоге, в итоге происходит то, что он испытывает очень сильную неудовлетворенность именно в сексе, хотя раньше вы давали ему все это слегка, как я понял, если я правильно вас понял, вот, и, естественно, он обижается, потому что его задевает то, что вы от него закрепостились, а он не понимает того, почему, почему вы закрепостились, что с вами происходит, почему вы вдруг стали недопрогой, и так далее. И надо сказать, что любой мужчина, не только ваш, очень болезненно всегда реагирует на подобные вещи, очень болезненно всегда мужчины реагируют на то, что касается секса, их очень легко вот, как-то задеть в этом аспекте, их очень легко оскорбить в аспекте секса, и поэтому может быть мужчина вас так и позиционирует, поэтому он на вас и обижается, именно потому, что вы его задели, вы его задели тем, что по случаю дела вы стали его как-то избегать, да, вот как проявлялась ваша закрепощенность и так далее, вот, но вообще в этой ситуации конечно знаете много много непонятного, например, почему изначально вы проявляли свою инициативу по отношению к мужчине в сексе, почему вы вообще позволили себе проявлять инициативу в сексе, почему вы не позволяли мужчине это делать, или он не хотел, или что, чем было продиктовано ваше, чем было продиктовано ваше такое вот поведение, далее вы начали закрепаться шансов, двух лет, что-то поменялось, после двух лет, для вас что-то поменялось, но не для мужчины, что очень важно, потому что если бы поменялось только для вас, то это еще было бы довольно понятно, то есть это поменялось для вас обоих, это было бы понятно, а так поменялось только для вас, а мужчина, он не понимает, что происходит. И все-то не хочет меняться, а зачем ему что-либо менять, если раньше все было хорошо, а потом вы как-то вообще стали от него чего-то требовать, то есть вы говорите ему о своих желаниях, хорошо, вы молодец, что говорите ему о своих желаниях, но а раньше почему не говорили ему о своих желаниях, что мешало вам раньше говорить ему о своих желаниях, не очень этот момент понятен, если честно, вот, значит, далее вы пишите, значит, так, сейчас, вы пишите, значит, он обещается на меня, когда я зажимаюсь от него, правильно, он обещается, когда вы зажимаетесь от него, потому что он для себя виден в этом оскорблении, вот, с его поведения это вопрос, это вопрос поведения довольно нормальный, это защитная реакция мужчина боится, что он недостаточно хорош в постели, и именно поэтому, может быть, он и не хочет удовлетворять вас никак, потому что ему важно знать, что он и так идеальный партнер, потому что раньше, ему ничего не надо было делать, и раньше вы сами проявляли свою инициативу, а теперь он думает, что вдруг он стал хуже, хуже, вдруг он стал менее привлекательным, понимаете, вдруг он стал менее активным в сексе, вдруг он ищел что-то, понимаете, много может быть моментов, которые как-то вот заставляли бы мужчину, да, думать о себе довольно плохо, и в этом смысле, конечно, его реакция понятна, то есть вы говорите, он обязательно меня, когда я зажимаюсь от него, а почему вы от него зажимаетесь, собственно говоря, и если я правильно понял, то вы не понимали, что происходит, потом он начал забираться от себя, разговаривал с мужем, а зажимы все равно остались, но если раньше у вас зажимов не было, и для того, чтобы их не было вам, в принципе, и разговаривать с мужем как бы не надо было, то естественно, человек воспринимает это через призму сравнения и вот давайте мы на эту ситуацию попробуем посмотреть в принципе так же, то есть почему, откуда и почему у вас начались зажимания от своего мужа, чем это продиктовано, вот это пожалуй первое, с чего ну не вам начать работать с психологом, я не знаю как вы разбирались в себе, но определенный разбор в себе не очень помог вашей уверенности в себе и как сексуальном партнере и уверенности в своем мужчине тоже, раз вы продолжаете от него зажиматься значит совсем не понимаю как улучшить ситуацию прошу совет экспертов значит улучшить ситуацию можно если вы будете стараться обрести уверенность в себе не через мужа или значит через а ну вы только сказали да мужа значит уверенность в себе уважаемый аноним нужно повышать путем работы над своими собственными страхами и не через человека кого угодно на самом деле не важно кто это не важно как и что важно что уверенность в себе вам нужно повышать самостоятельно вот а не через собственно мужчину своего вас вот далее ваши проблемы которые у вас есть вам нужно решать самой а мужу говорить о том чего вы хотите вот чего вы хотите мужу нужно говорить да чего вы хотите это правильно и если он вам этого не дает жесткая позиция в ответ на его нежелание идти вам навстречу понимаете если этой жесткой позиции у вас нет то нет и стимула у мужчины значит для вас что-то делать вот по сути по сути дел то что можно вам сказать исходя из того что вы написали понимаете как бы ситуация в том что вы написали вроде как вроде как вроде как много вы написали вроде как много вот но при этом совершенно непонятно что с вами происходит совершенно непонятно и для чего все это началось понимаете и я думаю что вот пока пока вы вот это все для себя не проработаете пока вы до конца не разберетесь в себе самой что вам нужно почему вам нужно что вы для этого хотите делать чтобы получить то что вам нужно и так далее вот пока эти все вопросы проработаны не будут я боюсь что ситуация будет будет очень тяжелой потому что объективно мужчины нет нужды делать что-то для вас до тех пор пока он понимает что его все устраивает так как есть сейчас а вы мне кажется достаточно неуверенный себе человек для того чтобы оставить свои интересы это тоже очень такой плохой момент что свои интересы ну и наставить интересы свои оставить ну и последователь если вы изначально к мужчине два года проявляли инициативу секса то значит у вас были какие-то желания тогда а потом эти ваши желания они почему-то перестали реализовываться будто они видоизменились а потом вы начали сниваться в себе и получается что у вас появились комплексы появились комплексы и эти комплексы начали вас беспокоить и не позволять вам нормально себя реализовывать вот и давайте попробуем с вами подумать а почему же раньше то все было вроде бы как вроде как хорошо правильно или нет раньше все было лучше а потом изменилось если я правильно понял ваш текст так что я думаю что работать нужно именно в этом направлении первая над собой потом смутим и ни в коем случае не соглашаться на какие-то вещи если значит мужчина не делает то что вы хотите там это эгоизм в постели это эгоизм практически во всем и везде а эгоизм отношений не построят это я полагаю совершенно очевидно вот ну и то ж я думаю что на этом все это были чисто такие вот психологические проблемы в вашей ситуации но вполне возможно что речь идет не только о психологических но и о сексологических проблемах и тогда вам будет работать с сексологом для того чтобы вы как-то разобрали свои проблемы и возможно мужу тоже стоит обратиться к сексологу опять если человек не желает доставлять вам удовольствие секс то волей неволей становится вопрос а любит ли он вас а вот когда любишь хочет сделать человека счастливым а сделать человека счастливым можно в том числе и секс и если он не хочет для вас этого делать ну соответственно вопрос а почему не хочет да почему он не считает это необходимым и почему вы видя такое отношение продолжаете быть с ним с детьми как я понял у вас Нет. Вот на эти вопросы вам и нужно постараться найти ответы. Они очень важны, эти вопросы, поэтому я надеюсь, что вы отнесетесь серьезно с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас вопросы остались ко мне, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.